Впервые одноименная сказка была опубликована в декабре 1841 года. Оля Лукоя – это волшебный сказочник, который приходит к маленьким деткам, когда они уже засыпают и дарит им сны. Имя волшебника Оля Лукоя состоит из двух частей. Оля – датское мужское имя, а Лукоя переводится как «закрой глазки». Никто не знает, когда и где родился Оля Лукоя, но 9 декабря волшебник отмечает свой день рождения. Невысокий старичок с хитроватой улыбкой и озорными глазами – таким рисует воображение сказочника Оля Лукоя. В руках у Оли два зонтика, один украшен невероятными картинками, другой – гладкий и безликий. Яркий зонтик-волшебник раскрывают только малышам, которые вели себя хорошо, и малышу снится чудесный сон. Второй зонт – простой. Его Оля Лукоя раскрывает шелунам, которые вели себя плохо, и поутру оказывается, что они ничего не видели во сне. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оля Лукоя. Вот мастер-то рассказывать! Вечером, когда дети приспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оля Лукоя. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом осторожно откроет дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка брызнет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Когда веки у детей начинают слепаться, и они уже не могут разглядеть Оля, он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылке. Подурят, и головки у них сейчас же отяжелеют. Это совсем не больно. У Оли Лукоя нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель. Когда дети заснут, Оля Лукоя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан. Только нельзя сказать, какого цвета он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Оля Лукоя навещал каждый вечер одного маленького мальчика Яльмара, и целую неделю рассказывал ему новую сказку. Это будет семь сказок. Недели ведь семь дней. В понедельник Оля преобразил комнату Яльмара. Вырастил комнатные растения до невероятных размеров и украсил листья пышками с изюмом. Внезапно застонала грифельная доска. Причина страданий – ошибки, которые сделал Яльмар в арифметических примерах. Не меньше страдали прописи. Буквам в тетради не за что было держаться. Они падали со строчек. Во вторник Оля с Яльмаром отправились в путешествие. Друзья побывали в лесу, покатались на лодках и навестили местных принцесс. С девочками-принцессами Яльмар хорошо был знаком. Это местные девочки, с которыми мальчик играл каждый день во дворе. Принцессы угощали Яльмара сахарными пряниками, которые не продавались даже на ярмарках. В среду герои отправились в плавание. К самому дому причалил великолепнейший корабль. Оля и Яльмар отправились в путешествие. На пути им попалась стая аистов. Одна из птиц настолько устала от полета, что упала на палубу. Яльмар пожалел аиста и посадил птицу в клетку. Но местные петухи и курицы насмехались над новым гостем. Мальчик разозлился на глупых птиц и отпустил аиста на волю. Четверг в жизни Яльмара ознаменовался походом на мышиную свадьбу. Оля Лукоя уменьшил мальчика до нужного размера и переодел в костюм оловянного солдатика. «Не угодно ли вам сесть на персток вашей матушки?» сказала Яльмару мышка. «Я буду иметь честь отвезти вас». В зале, который находился в подполе кладовой матери, праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы. Налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. Торжество прошло в тесноте и радостном шуме. В пятницу Оля Лукоя с Яльмаром вновь отправились на свадьбу. Невестой на этот раз оказалась кукла сестры. Это было 101-е свадебное торжество куклы. После регистрации брака молодые долго решали, куда же отправиться в путешествие. В споре с курицей и ласточкой куклы пришли к выводу, что лучше всего отправиться на деревенскую дачу. В субботу Оле некогда было рассказывать мальчику сказку. Перед ним стояла важная задача – собрать с неба все звезды и начистить их. И еще надо принарядить к завтрашнему дню весь мир. Завтра ведь праздник – воскресенье, – добавил Оля Лукоя. Дел было очень много, поэтому Оля очень спешил. В воскресенье Оля Лукоя познакомил Яльмара с родным братом, имя которого тоже было Оля Лукоя. Маленький волшебник рассказал мальчику, что брат знает всего две сказки. Первая – чудесная, а вторая – страшная. Какую сказку услышит ребенок, зависело от его отметок и поведения. Сказка Оля Лукоя полна волшебства. Чудесный маленький волшебник учит нас фантазировать, воображать, придумывать, верить в чудеса. Сказка учит быть добрым, послушным, а за хорошее поведение и добрые поступки всегда следует награда. Субтитры создавал DimaTorzok